Два человека погибли во время пожара в магазине на севере Свердловской области. Трагедия произошла субботним утром в рабочем поселке Сосево Серовского района в промтоварном магазине «Таганский ряд» на Толмачево, 35. Сообщение в МЧС о пожаре в центре поселка поступило в 7.30 утра от сотрудников соседнего магазина «Монетка». По прибытию на место огнеборцы обнаружили, что здание закрыто, а из окон и вентиляционных решеток валит дым. К моменту, когда распространение пламени удалось остановить, огонь бушевал уже на 250 из 365 квадратных метров, занимаемых магазином. Только через два часа активного тушения пожарным удалось справиться с огнем. На тушении работали четыре профессиональных пожарных и два сотрудника добровольной пожарной дружины. У тех и других на вооружении были по одной автоцистерне. В ходе разведки в одном из помещений магазина огнеборцами были обнаружены два бездыханных тела. 65-летнего мужчины, продавца магазина и его 17-летнего племянника. Оба погибших не только работали, но и фактически жили в торговой точке. Как сообщили в прокуратуре Серова, предварительно причиной их смерти стало отравление продуктами горения. По словам начальника областной полицейской пресс-службы Валерия Горелых, личности погибших установлены. Старший из мужчин носил фамилию Комаров, его 17-летний племянник – фамилию Алоев. Оба жители Сосевы характеризовались как крайне добрые, отзывчивые и приветливые сотрудники магазина. Помощник руководителя Свердловского следственного управления СКР Александр Шульга сообщает, что предварительно причиной пожара рассматривается нештатная работа электрооборудования торговой точки. Нами в интернете были найдены несколько объявлений о продаже этой коммерческой недвижимости. Ранее этот магазин именовался супермаркетом «Александр». Однако появление поблизости двух сетевых магазинов «Магнит» и «Монетка» видимо вынудили владельца избавиться от этого бизнеса. Выставлен магазин на продажу был по цене чуть выше кадастровой. Александр сообщал, что магазин построен в 2012 году. Помимо 365 квадратных метров площадей он имел теплый гараж, склад, 16,5 соток земли, в здании установлены два электрических котла, пять сплит-систем кондиционирования, электрическая вытяжная вентиляция, своя водяная скважина и автономная канализация. На момент подачи объявления зимой этого года в здании уже работал арендатор, видимо тот самый магазин одежды «Таганский ряд». По сообщению СКР предварительно тела погибших не имели признаков криминальной смерти. Однако точная причина их гибели будет установлена судмедэкспертами.